Я сейчас в гостях у своего друга Ореста во Львове. Он барбер, работает в барбершопе в этом замечательном заведении. И хочу задать тебе пару вопросов. Как ты? Готов ответить? Орест, скажи, пожалуйста, вот у тебя в руках шоветка, как я вижу, да? Ты знаешь, это очень интересный инструмент. Видимо, ты им постоянно работаешь в своей профессии. Немножко выше приподнимешь, чтобы видно было. Спасибо. Можешь раскрыть? То есть вот это твой личный инструмент, ты им работаешь постоянно. Так, инструмент уже 4 лет, и, как видите, уже достаточно много царапин, потому что в использовании оно уже каждого дня, фактически, уже есть много таких царапин. Это не значительно. На работу не впливает совсем. Вот что меня заинтересовало, это вот много тех, кто из вид шейверов, являются барберами. И всегда вот хочется взять интервью именно у профессионала. Насколько я понимаю, тяжкими вы бреетесь только сами, время от времени, но никого не обслуживаете этим инструментом, но пользуетесь шоветками. Расскажи, пожалуйста, как правильно пользоваться шоветкой. Вот какие-то вот приемы, технику, может быть, ну, ты знаешь, какие-то свои секреты особые и с удовольствием ими поделишься. Да, начнем с того, что небезпечной бритвою галить в закладах заборонено по закону Украины, потому что нужно, чтобы была безопасная бритва. Безпечная бритва – это идёт с изменением леза. После каждого клиента меняется лезо и дезинфекируется инструмент. Чего? То, чтобы избежать различным заболеваниям, таких как Билл, например. Начать с того, как галить небезпечной бритвой, это нужно, прежде всего, с того, как её правильно держать в руке. Покажешь? Так, звичайно. То есть мы открываем её и сразу автоматически у нас вот этот язычок просто на роде, встает туда наш пальчик, последний мизинчик. И автоматически наша бритва держится вот таким чином. Ага. Я знаю. Ну, это левитерно навчается на первом курсе в училище на первом карьере. И это достаточно легко. То есть это основной профессиональный хват, как я понимаю? То есть других нет? Есть ещё какие-то? Есть. Покажешь? Да, хватит, на самом деле, много. И оттяжек очень много. Это всё можно углубляться. И это нужно углубляться, когда, если вы хотите голить безбечной бритвой, вам нужно знать, как умога больше хватит, и как умога больше отхватит. Чего? Потому что от этого зависит качественное голение. И от этого зависит, насколько сильно вы себя порежете, або снять верхнюю шкиру и эпидемию. Або не снять. Взагал, и поголитесь качественно и гарно. То есть отхвата многое зависит? И всё от этого зависит. Чего я понял. И от того, насколько часто вы голитесь, это зависит от того, что у вас набивается рука, у вас больше опыта, и вы больше знакомы с тем, как ростом шкиры, ростом волосся на вашем лице. Ясно. Хорошо, теперь расскажи немного о технике. Хват шоветки уже как бы понятно. Мизинчик один, остальные три пальца держат уже за... Как это называется там? На основной части. На основной части. Ясно. Мизинчик на хвостике, три пальца на основной части. И дальше, как мы кладём это на лицо? На лице. По-перше, на лице ни в каком разе не можно класти вот так. Перпендикулярно, да? Только вы так кладете, сразу 100% вы порежете себя. Тем более, если у вас хорошие и качественные лезо, не дешевые, ну это вообще, тем более это будет еще и глибокий порез. Если спутник, возможно, чуть-чуть легче. Поэтому лезо, и оно должно лягать, как ты сказал, перпендикулярно, но это параллельно. Параллельно, и шкир. То есть, ни в каком разе не перпендикулярно, а параллельно. По росту волос. По росту по шкири. То есть, если вы кладете ее, например, вот так, то вы себе сразу автоматически решите. Если вы кладете ее вот так, то по росту вы себе можете аккуратно сбривать ваши волосы. Ну, знаю, некоторые ребята начинают шеветкой сразу болить против роста волос. Ну, как это вообще? Правильно? Ну, это считается неправильно. Чего? Того, что, вообще, голение против роста, тем больше сразу, оно выникает в росте волосы. То есть волосы, которые ростаются в вашей шкаре, и потом оно очень неприятно, оно тут болит, и нужно вытягивать эти волосы. Как правильно? Правильно. Приблизно в три захода. Это за ростом, против росту, поперек росту, и тогда уже можно против росту. Только так. Чего того, что волосы, она тогда не затачивается, и росте правильно по росту, который у вас есть природный. А для шеветки, какой ты порекомендуешь тогда? Крем или мыло? Наверное, Прораса? Или есть что-то лучше? Ну, в загальнопривнятих у нас в барбершопе используется фирма Прораса. Есть очень много разных фирм. Те, что себя надежно рекомендовали на рынке, это одна из фирм Прораса, которой все доверяют. Сейчас рынок, можно сказать, переповненный. Он насыщенный, перенасыщенный разными косметиками для голения, для догляда за волоссями, для догляда за шкирою. В принципе, подобрать вы должны это индивидуально. Потому что, например, есть разные типы шкири. Есть чувствительная шкира, есть меньше чувствительная. В общем, все равно, каким ты используешь косметику шкировую. И под каждый тип шкири вы должны использовать определенный косметик. Например, если очень чувствительная шкира, то у меня чувствительная шкира. Хотя и густая щитина, то у меня чувствительная шкира. Если я когда-то использовал лосьонами для голения, то у меня обычно после голения обсыпало маленькими прыщиками зону КДК. А сейчас ты каким милом пользуешься? Сейчас я использую молочко после голения. Это лосьон? Это лосьон. А мило какое? А мило про разок. Даже не мило, а крем. Это для личного использования? Для личного. Для личного и для работы с клиентами. А я тебе когда-то подарил Андрея Колдони. Ты пользуешься? Это не реклама. Это не реклама. Это вопрос. Ты сам хвалил. Мне воно сподобалось. Особенно сподобалось то, что воно не сохнет так, как прорасово. Прорасово, оно зазвичай, швидко засыхает, залишается на инструментах. Мне нужно снова его наносить по мазкам на обличчя, чтобы я мог дальше голить человека. Если бывает очень гостя щитина и ты не встигаешь просто швидко поголить, то нужно снова по колу еще раз наносить крем для голения. Ну, можно так сказать добавлять водички. Я понял. Ну, в целях не рекламы Андрея Колдони, Андрюхинова мыла, а в целях популярности артизанского украинского мыла. Потому что мыло реально классное. Ты сам это проверил. Да, я заценив. И тут непоганное мыло. Под фатипчик хорошо заходит, да? Да. Под фатип мне еще зайшло. Я очень удивился. Останнее моего линейного фатипа было на лезах спутника. А то ты уже на личное брюки перешел. Как витшейнер. Да, да. Уже не как барбер. Да. Это уже особенно благодаря тебе. Ты мне подарил его. И это очень хороший подарок. Мне понравился. Особенно сейчас отпустил усы. Хе-хе-хе. Касетой. Мне не привычно. Касетой. Важно подберевать над усами опаской. Зазвичай это занимает больше времени. Но фатипом как раз очень удобно и быстро. Кстати, ты знаешь, я заметил из всех станков, которые я пробовал. Фатип – это самый-самый удобный станок, которым брить под носом. Я не могу с тобой не погодиться. Спасибо, друг, что ты разделяешь мои чувства и мои мысли. Спасибо тебе за эти ценные, скажем так, интересные знания, которые ты нам передал, поделился с нами. Очень приятно. И я внизу под видео оставлю твой инстаграм. Ты не против? Будь ласка, всегда рады. Это элементарные вещи, которые должен знать каждый барбер. А я, к сожалению, не знаю адреса барбершопа, в котором мы сейчас находимся. Можешь его назвать? Во Львове? Это Львове, Украина, площадь Даниила Галацкого 3, барбершоп «Chill». Класс. Спасибо тебе, дорогой. Будь ласка. Ну и сейчас будет следующее видео. Очень интересное, не менее интересное, чем это. Будем пробовать. И в дии. Поехали. Поехали, друзья, брить городу.